Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеши. О событиях пятницы 20 апреля вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. В Сочи и Краснодаре прошли задержания чиновников. Губернатор заявил, в борьбе за права жителей края неприкасаемых не будет. Сочинских стритрейсеров просят объединяться в общественной организации. Тогда возможен диалог о выделении места для гонок. В Сочи на стене школы появился портрет английской королевы. Художники совместно с гимназией представили новый граффити-проект. Сочинцы завоевали 8 медалей первенства Юга России по вольной борьбе. В нем приняли участие сильнейшие борцы до 16 лет. Серия громких задержаний прокатилась по Кубани. В Краснодаре арестованный взят под стражу главный архитектор города. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Вице-мэр Сочи также может быть причастен к нарушению прав сотен дольщиков. Жесткая градостроительная политика с соблюдением всех законодательных норм. Только так могут и будут работать застройщики в регионе, подчеркивают краевые власти. Подробнее наши краснодарские коллеги. Это кадры задержания первого вице-мэра Сочи. От камеры оперативников он прячет лицо под красной бейсболкой. По версии следствия, чиновник согласовывал документы на строительство жилого комплекса, зная, что застройщик работает с нарушениями и объект фактически является самостроем. В рабочем кабинете и доме замглавы Сочи провели обыск. По предварительным данным, он нанес ущерб дольщикам в размере 400 миллионов рублей. В отношении вице-мэра Сочи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Такое же обвинение выдвигают и главному архитектору Краснодара. По данным Следственного комитета, Игорь Мазурок тоже причастен к незаконной выдаче разрешений на строительство, но уже в Кубанской столице. Оба чиновника сейчас находятся под стражей. Что примечательно, и Мугдин Чермит, и Игорь Мазурок не один год заведовали именно строительной политикой кубанских городов. Стоит отметить, что именно Краснодар и Сочи сегодня в лидерах по количеству самостроев. Именно в этих городах в свое время появились целые улицы и даже микрорайоны с незаконными постройками. Способствовали этому некоторые лазейки в законодательстве, которые изначально были призваны облегчить процедуру оформления частной застройки. В 2004 году с выходом новой редакции городкодекса законодатель исключил для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома наличие самого проекта этого дома. Достаточно и в настоящее время схемы участка, на которой показано это строение, указана этажность и сколько от границ земельного участка в метрах будет расположено это строение. Самого проекта нет. Строительного надзора за такими объектами нет. Строительный надзор осуществляется только за объектами, которые проходили экспертизу. Переломный момент наступил в 2015-м. Тогда силы краевой власти были направлены на сдерживание бездумной застройки кубанских городов. И уже сегодня, по сути, приходится решать застарелые накопившиеся проблемы. Дома были не просто возведены на участках по ДЖС. Строили их с нарушениями противопожарных требований. Это многоэтажка на улице Прокофьева в краевой столице. Февраль прошлого года. Или вот всего несколько недель назад. Жилой дом в Сочи. Во всех случаях деревянные мансарды вспыхивали словно спичка. Более того, горящим многоквартирникам пожарные машины просто не могли подъехать. Поблизости не было гидрантов. Список проблем дополнили отсутствие детских садов, школ, поликлиник, дорог и даже коммуникаций. Исправлять такое наследство сложно. Но именно на это настроены краевые и городские власти. То, что на сегодняшний день уже эксплуатируется, можно так говорить. Если мы говорим о объектах незаконного строительства, вернее, те объекты, которые введены уже в гражданский оборот. Это наши микрорайоны, в том числе и музыкальный микрорайон. Мы продолжаем работу по улучшению качества жизни там населения. В любом случае дома заселены, в любом случае там граждане проживают. Не решено очень много вопросов, связанных с инженерной инфраструктурой, ливневый именно коллектор, который необходимо делать. Мы продолжаем поиск финансирования денежных средств для того, чтобы решить эту проблему. Чтобы предотвратить похожую ситуацию, требования к застройщикам в регионе было решено ужесточить. Совсем недавно в краевой закон предложили внести поправки. После их принятия долгострои и самовольно возведенные здания смогут быстрее признавать проблемными. Этим законом и требования к застройщикам ужесточаются, определяются меры компенсации тем инвесторам, которые заходят на сегодняшний день и, скажем так, разгребают за этими нерадивыми проблемы вместе с нами. И этот закон позволит в рамках правового поля такие мероприятия осуществлять. Проблемы незаконного строительства на повестке в краевой администрации, как говорится, постоянно на слуху. Встречи с дольщиками, краевые совбезы и планерки, где эти вопросы выносятся основными. От глав городов и районов Вениамин Кондратьев требует занять жесткую позицию в отношении самостроев. Здесь не может быть никаких компромиссов. Речь идет о судьбах людей. И ведь буквально на прошлой неделе губернатор заявил, в борьбе за права жителей края неприкасаемых не будет. Я первую ответственность возлагаю на власть, на те, которые должны обеспечить в том числе комфортное проживание людей. В нормальных домах, которые построены в соответствии с законом, они в самостроях, которые сегодня на самом деле. Они и уродуют и муниципальное образование, а не дай бог могут еще и изуродовать жизнь и судьбу людей. Здесь конкретные, виновные в каждой ситуации. И которые допустили именно подобные ситуации. Еще раз подчеркиваю. Вот морочить голову и мне, и людям, жителям не стоит больше. Подтверждением стали громкие задержания чиновников. Многие эксперты не исключают дальнейших арестов. А значит, можно сделать вывод, что борьба с незаконным строительством на Кубани вышла на новый уровень. Мария Крошина, Алина Сорокина и Юрий Клощинов. Кубань, 24, Краснодар. Сотрудников МЧС могут наделить новыми полномочиями. Например, чтобы в случаях нарушения противопожарных требований они смогли временно приостановить работу торгового центра или офисного здания. С такой инициативой Вениамин Кондратьев обратился к полпреду президента России в Южном федеральном округе. Владимир Устинов на селекторном совещании с главами южных регионов обсудил меры предотвращения пожаров. Нередко при возведении зданий используют легко возгораемые материалы. Чтобы сократить эти риски, губернатор Кубани предложил сотрудникам МЧС участвовать в согласовании проектов строений. Вот есть объект, допустим, тоже, к примеру, торгово-развлекательный комплекс, который сдается в эксплуатацию. Почему МЧС не могут пройти на стадии ввода в эксплуатацию, проверить на готовность всех систем. Сегодня нужна правовая основа для того, чтобы у МЧС, в первую очередь, имелась правовая возможность конкретно влиять на ситуацию противопожарную до того, как пожар возник. Допустим, до 10 дней. Почему, допустим, МЧС не может приостановить действия, допустим, торгового центра, если выявило, а свыше уже 10 дней пусть суд приостанавливает. Принимается. Принимается. Согласен. По мнению Вениамина Кондратьева, ответственность за противопожарную безопасность должны нести не только владельцы торговых зданий, но и собственники сельхозземель и лесных угодий. В случаях несоблюдения требований, глава Краснодарского края предлагает для них повысить сумму штрафов. У нас на Кубани точно свободной земли и леса нет. У каждого леса, у каждого поля есть правообладатель. Раз он взял в аренду землю, взял в аренду лес, взял в аренду речку с камышом, пусть и несет ответственность, в том числе и за противопожарную безопасность. Но почему-то у нас правообладатель выпадает полностью из системы ответственности. Почему? Потому что у нас штраф на должностное лицо 6 тысяч рублей. Поэтому мы тоже готовим здесь несение изменений, уже серьезная ответственность к правообладателю за то, что он допустил пожар. Сегодня в каждом районе созданы межведомственные группы по пресечению разведения огня в лесах и полях. А буквально сегодня в край завершаются командно-штабные учения по тушению пожаров, которые организованы МЧС. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Кубань и Крым намерены разбивать единый туристический кластер. Об этом сегодня главы двух регионов говорили на Международном экономическом форуме в Ялте. Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов подчеркнули, что соседние субъекты России не собираются конкурировать за туристов, а напротив будут сотрудничать, чтобы сделать отдых гостей комфортнее. Суммарно Краснодарский край и Крым в год принимают более 21 миллиона человек, которые приезжают на Черноморское побережье. Мы выиграем, если сможем объединить свои объекты культурного показа, археологического показа, наши пляжи, для того, чтобы приезжая на Черноморское побережье России, отдыхающие могли посетить и Крым, и Краснодарский край. Открытие моста, безусловно, оно будет тому максимально способствовать, потому что мы можем взять какое-нибудь золотое Боспорское кольцо, к примеру, где человек может, допустим, прилетев в Сочи, добраться до Крыма, прилетев в Крым, все первые были добраться до Сочи. Это, естественно, максимально повысит интерес к Черноморскому побережью нашей России. Очень важно сегодня, чтобы курорт, все-таки, для, в первую очередь, россиян, начинался не с пляжей Крыма и Краснодарского края, а с границ. Поэтому, конечно, здесь очень важно придорожный сервис, который должен быть на высочайшем уровне. Еще раз подчеркиваю, что, коллеги, это наша экономика, это наша прибыль и качество жизни, в первую очередь, жителей и Краснодарского края, и Крыма. Поэтому давайте, конечно, здесь делать все, чтобы экономика у нас получилась. И жителям должно быть комфортно, и отдыхающим тоже должно быть комфортно. Мы туристические регионы, южные регионы. У нас в данном случае, наверное, есть уникальные вот такие моменты, которых нет в других субъектах Российской Федерации. Пляжные территории. Совместно все это развиваем. Губернатор Кубани также предложил совместно с Крымом решать проблему утилизации отходов. Для курортных регионов это острый вопрос. А после открытия моста на полуостров, Краснодарский край превратится в транзитную зону с огромным потоком отдыхающих со всей России. Безусловно, есть проблемы, которые для нас принципиально сегодня важны. Но это, конечно, количество туристов порождает определенные проблемы, связанные с жизнедеятельностью, в том числе, конечно, и отходы. И вот сегодня мы должны вместе подумать, как же нам эти отходы утилизировать. Мы две очень экологически чистые зоны России, максимально экологически чистых регионов, которые должны сбалансировать здесь приоритеты, где мы можем разместить на территории Краснодарского края мусороперерабатывающие, мусорожжигательные заводы, или, допустим, посмотреть на апритетных началах Крыму и вместе принять решение, чтобы на самом деле эту проблему просто не допустить. На Международном экономическом форуме в Ялте обсуждали не только сотрудничество между регионами внутри страны, но и взаимодействие России с остальным миром. На деловой саммит в Крым приехали около 3000 участников из 70 стран. Это бизнесмены, эксперты, политики, в том числе и депутаты Европарламента. Впервые в Ялту приехала делегация из Сирии. А основным событием форума стало пленарное заседание. Его открыл заместитель председателя правительства Дмитрий Казак. Главной темой стала экономическое будущее России. Участие в обсуждении принял и губернатор Краснодарского края. В Сочи в ближайшие сутки ожидается гроза, усиление ветра. Спасатели просят принять все меры предосторожности, не оставлять машины под рекламными баннерами и другими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильного на номер 112. К другим новостям. Ночью в горах Сочи выпало 16 сантиметров снега. Такой неожиданный подарок под занавес горнолыжного сезона сделала южная погода. В горах Красной Поляной этой ночью выпало 16 сантиметров снега. И это за три дня до окончания горнолыжного сезона. Сегодня температура на отметке примерно в 2000 метров колебалась от минус 3 до плюс 1 градуса. Тем не менее, трассы открыли только после проведения противоловинных мероприятий. Большегруз и фура столкнулись сегодня на Адагомыском перевале. ДТП стало причиной огромного транспортного затора в обе стороны. На повороте не смогли разминуться автобус, следовавший по маршруту номер 155 в Лао, и большегруз, едущий в центр. Водитель автобуса госпитализирован. У него ушиблены ноги. По некоторым данным, пострадали еще пять человек. На месте работали сотрудники ГИБДД. Тем не менее, авария спровоцировала транспортный коллапс. Сочинских стритрейсеров просят объединяться в общественной организации. Сегодня с представителями молодежи встретили сотрудники управления автомобильных дорог и УВД города. К теме ночных гонок периодически приходится возвращаться, поскольку, как признаются сами стритрейсеры, им некуда девать адреналин, и весь он выплескивается на дорогу. Сотрудники ГИБДД пытаются остудить водительский темперамент гонщиков, выписывая штрафы. Но проблему это до конца не решает. Родители, конечно, ругают то, что превышают, каждый день новые штрафы. Не хватает того, чтобы хотя бы были места для стритрейсеров, где мы бы могли собираться и просто от души даже посидеть, погонять, что-нибудь поделать, какие-нибудь бернауты или еще что-то. Ночными гонками занимается не только молодежь, признается сам Вэл. Есть среди стритрейсеров и достаточно взрослые люди, которые не соблюдают правила дорожного движения. У них у всех просьба одна – если нельзя собираться в районе Олимпийского парка, выделите другое место. А с этим достаточно сложно в горной местности Сочи. Среди участников диалога были и мотогонщики. Они тоже шумят на улицах, но это, как выяснилось, в целях безопасности. Громкость выхлопной трубы могу объяснить, для чего она делается. Не для того, чтобы показать, что его мотоцикл громкий, а для того, чтобы привлечь к вниманию автолюбителей. Потому что бывает, ты даже едешь, он не слышит тебя в закрытое окно и приходится газовать, чтобы он хоть как-то тебя увидел. Как старшие товарищи, мотогонщики рекомендуют объединиться в сообщество и по их примеру устраивать гонки спортивные уже с привлечением всех соответствующих служб. Тогда будет и место, и организованная система безопасности, и диалог с властью. А чаще получается, что сбора свитрейсеров происходит абсолютно спонтанно. Напомнили сегодня представители молодежи о 13,5 тысячах дорожно-транспортных происшествиях, о более чем 70 погибших в результате ДТП 600 человек получили ранения разной степени тяжести. Это печальная статистика прошлого года. Мы не воспитатели в детском саду, и каждый должен человек нести собственную ответственность за свою жизнь, а также за жизнь тех близких, которые есть. Безусловно, наше государство в том числе и определяет в соответствии с правилами дорожного движения, в том числе и штрафование водителей. К сожалению, да, меры не популярны. Но, безусловно, пока у нас у каждого человека сознание не будет определяться тем, что это будет бить и кошельком, и, соответственно, каждый рубль в этом отношении будет нести тоже определенную нагрузку на человеческое сознание. Ну, а любители дрифтов будут ожидать еще одно наказание рублем, если будет доказано, что они испортили дорожное покрытие. В районе Зимнего театра пару лет назад на восстановление дорожной разметки были затрачены немалые бюджетные средства. Теперь за порчу самой дороги или дорожного имущества будут составлять иски в суд. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В случае разыскивают мужчину, сбившего ребенка на велосипеде. В отдел полиции Центрального района поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестная, проезжая на велосипеде, сбил ее 8-летнюю дочь. Девочка каталась на роликах в скейт-парке на Цветном бульваре. В это время неустановленный молодой человек, проезжая на велосипеде, наехал на ребенка, после чего скрылся. Восьмилетняя девочка госпитализирована с переломом ключицы. УВД Сочи просит всех, кто что-либо знает об этом молодом человеке, сообщить по телефону 8-918-979-35, либо 02. В Сочи на стене школы появился портрет английской королевы. Художники из команды «You feel my skill» совместно с гимназией номер 8 представили свой новый социальный граффити-проект. 21 апреля королеве Елизавете II исполняется 92 года, и это абсолютный рекорд. Никто из действующих монархов в мире не может похвастаться таким впечатляющим возрастом или таким длительным сроком правления – целых 66 лет. При этом Елизавета II продолжает оставаться для своего народа очень популярной и любимой королевой. Поздравительная открытка – это не просто послание, но и жест искреннего гостеприимства сочинцев. Город рад гостям из любой страны. Сегодня Сочинский институт Российского университета дружбы народов отмечает 20-летний юбилей в составе РУДН и 75-летие образовательного учреждения, на основе которого был создан институт. Грамоты, почетные знаки, благодарственные письма, большой праздник дружбы и открытие парка дружбы народов – все это было сегодня в Сочинском институте с участием многочисленных гостей. Сочинский институт РУДН – старейшее профессионально-образовательное учреждение города, которое в начале пути было техникумом цветоводства. С 1943 года по настоящее время здесь подготовили более 34 тысяч рабочих и служащих по программам среднего профессионального образования и свыше 10 тысяч выпускников направлений высшего образования. Миссия вуза – исследовательская деятельность и вместе с тем развитие социально значимых для города и региона проектов. Один из масштабных – это волонтерство и национальный межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы». ДОП-образование в Сочинском институте РУДН – основа основ, чем и гордится руководство головного вуза. Несколько лет назад, когда у нас была очередная аккредитация Рособранадзором, приехала комиссия сюда, изучив методику преподавания, посмотрев преподавательский состав. Комиссия потом докладывала на нашем ученом совете, в головном вузе, буквально следующее. Вы знаете, есть чему вам поучиться у вашего филиала. К слову, Сочинский институт – единственный филиал РУДН, остальные 14 закрыты. На сегодняшний день здесь обучаются 3254 студента. Это представители различных национальностей и культур, молодые ученые, волонтеры, спортсмены, победители, призеры и лауреаты различных чемпионатов, олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций. В Сочи нет ни одной отрасли, в которой не трудились бы выпускники института, подчеркивают власти курорта. Практически все программы, которые по городу Сочи имеем, они проходят экспертизу через общественное мнение нашего города. А помогают нам в этом студенты, преподаватели этого вуза. Среди многочисленных наград коллектива и благодарственное письмо от руководства Федеральной службы по надзору в сфере образования. Все мы когда-то с этим коллективом великолепнейшим реализовывали проект различный. От международных олимпиад, всемирной олимпиады по робототехнике, массы различных фестивалей, форумов различного уровня. Для коллектива Сочинского института нет нерешаемых задач. Это коллектив, который умеет работать 24 на 7. В честь юбилея сегодня состоялся и студенческий опен-эйр. Под открытым небом ребята организовали большой праздник дружбы, на котором выступили национальные коллективы города. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские борцы завоевали 8 медалей первенства Юга России по вольной борьбе. Турнир прошел в городе Гулькевичи. В нем приняли участие сильнейшие борцы в возрасте до 16 лет. На первенство прибыли более 120 спортсменов из Болгоградской области, Республик Калмыкия и Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области. Город Сочи представляли 8 спортсменов 10-й спортшколы, 7 из которых стали победителями и призерами, показав хорошую технику и отличную физподготовку. Лучшими в своих весовых категориях стали Вячеслав Басин, Григорий Авджан, Спартак Петросян, Альбик Петросян, Арман Заргарян с вахтангом Чирлишвили и Ваграм Мусаян. На соревнованиях было, конечно, нелегко, но старался не обращать внимания на суету и бороться до конца. По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная команда Краснодарского края. Сочинские борцы получили право представлять Южный федеральный округ и родной город на первенстве России, которое пройдет в мае в Дагестане.